И один из интересных художников-керамистов, который сейчас здесь представлен, Рэми Афонтен. Очень красивые торшеры и его работы представлены. Дизайн, который посвящен Микки Маусу. Понятно, что это не в каждом интерьере может жить, но здесь много красивого стекла, причем как классического, так и современного. С бокора работали. Друзья, у нас сегодня будет необычное включение, необычный обзор, потому что так получилось, так повезло, я встретил великого декоратора нашей с вами современности Максима Лангова. Максим, привет! Очень рад тебя увидеть в Париже. И Максим, он входит в различные рейтинги, топ-100 АД, лучшие декораторы эпохи по версии журнала Эль. И он очень хорошо разбирается в Париже, и в Парижской галереях значительно лучше, чем я. Поэтому я передаю тебе слово Максиму. Решил себе облегчить задачу. Мы стоим перед галереей Мэ, и это действительно очень интересная галерея именно своей истории. Рекомендую про это почитать повнимательнее, изучить. И здесь всегда для дизайнеров, для декораторов найдется очень много чего полезного, потому что, ну, помимо того, что здесь есть реально высокое искусство, здесь всегда первый зал отведен постером. Галерея Мэ основалась на фундаменте типографии. За счет этого хорошо раскрутилась и помогала очень большому количеству художников в свое время. И у них действительно в связи с этим большой накопился багаж того, что теперь они могут репродуктировать. И это стоит недорого, и всегда полезно иногда бывает закрыть какие-то места. Вот это мне больше нравится. 1200. Да, налетай. Нет, тут есть точно и дешевле предметы. Это потому что... Главное искать. Очень люблю заходить в этот магазин. На первом этаже принц-жорданьер. И тут все для садоводов. И лопаточки, и секаторчики, и леечки какие-то интересные, и так далее, и тому подобное. А на втором этаже немного противоречиво, но тем не менее очень интересно. Все, что связано с таксидермией, и не только с этим, есть очень много интересных декоративных решений. Интерьерный и предметный дизайнер Мишель Амар. Обратите внимание, если будете искать себе дизайнера. Мы только что были у Мишеля Амара, а тут же совсем по соседству находится мастерская М. Эдиссион, где делают для него все его каменные работы. Соответственно, не только для него. Сейчас здесь проходит выставка другого дизайнера. Тоже очень интересная. Сейчас зайдем в одну интересную галерею, где открылась вчера выставка американского керамиста. Очень красивые вещи. Вы обалдеете. Чудесный американский керамист Максвелл Мостардо. Я очень давно слежу за творчеством этого керамиста. И вот в этом сезоне впервые в Париже выставка его работ. Ваза имеет очень интересную фактуру. Они немного мягкие. Но не все подряд, конечно же. И, например, вот эта вот работа полтора метра высотой уже продана. Так что спешите. А сколько стоит? Вот эта работа стоит 20 тысяч. Открытие сезона Абумекс из Бельгии приехал на Рю-де-Лиль в Париже. А они боги в плане кухонь и камня. Мы в прекрасной галереи Май. Вот хозяева Шарль. Автор многих работ, которые здесь представлены. Здесь всегда красивый микс искусства, антиквариата и современного. Еще одна очень интересная галерея Мужин принадлежит семье, которые делают сами же керамику. И, помимо этого, продают других артистов. И один из интересных художников-керамистов, который сейчас здесь представлен, Рэми Афонтен. Очень красивые торшеры. И его работы представлены в новом открывшемся отеле Самаритон. И также заказы выполняли специально для дома Диор, Шанель. Очередная интересная галерея Шианы Миносяна. Очень яркий дизайн. Мне кажется, какой-то я грустный. Мне надо выпить. Мне очень нравится керамист, который здесь представлен, Питер Лейн. Стена из керамики. Интересно процесс создания тоже, когда большое количество людей, работников керамической студии, лазают прямо по этому керамическому панно, продырявливают его пальцами, еще там что-то с этим делают. И потом это просто нарезается, как торт. И обжигается. Столики из яркого зеркала. Это венецианские зеркала. И Шиан очень много использует вот таких вот соединений культур. И муранское стекло, венецианское зеркало. Абсолютно топ of the top. Пардон. Все-таки мне надо выпить. Мы в галерее у Лаура Гонзалес. И здесь, конечно, такой забавный момент. Столы уже накрыты. То есть мы ждем гостей. Но в этом есть свой фан. И мне кажется, это идеальная история для того, чтобы развесить вашу пасту на стене. Можно очень много раз утрированно повторить. Тарелок 10, 15, 20. Какое красивое основание у Daybet. Керамика с собачкой. А вот это знаешь, как называется? Это называется трельяж. Техника обманки. Но это не то, что мы с тобой только что обсудили. Не трамплей. Это тоже трельяж. Париж прекрасен двориками, где всегда есть невероятный потенциал. В этом дворике целая куча мастерских, где что-то реставрируют, что-то сочиняют. И в одной из галерей, которые относятся как раз к реставрационной части, есть интересные предметы и светильники. И в то же время интересная коллаборация с голландскими дизайнерами, достойными внимания. Одна из моих любимых галерей, Стефано Оливьера. Здесь все, что идеально сочетается с садом, как мне кажется. Например, вот эта вот люстра. Хозяин живет в пригороде Парижа. У него какой-то свой божественный сад, про который он все время рассказывает. И он все время сюда привозит цветы из своего сада. Это французский артист. Его имя Эдуард Шевалье. Эдуард Шевалье. Да, и он просто производил два меры. И какой цене для меры? Парижа 18 тысяч. 18 тысяч. Его невозможно найти, этого артиста, где-то на просторах интернета. Просто его там нет и все. Никаких-нибудь социальных сетей, ничего. То есть он такой вот аутентичный к своему роду. И вы можете видеть это на сайте, вы найдете это на сайте артист. Эдуард Шевалье. Ну, спорно, но много чего интересного. Что вам понравилось? Больше всего мне понравилось синее зеркало. Ну, что уж там с кровати. Как вы относитесь к видеоарту? Я к видеоарту отношусь непрямолинейно. Не могу сказать, что для меня это очевидное искусство. Ну, кстати говоря, в этой галерее зачастую проходят какие-то невероятно красивые выставки, поэтому нужно всегда иметь в виду, что сюда нужно заходить или проверять. Если вы меня спросите, что изменилось в тенденциях, то ничего не изменилось, отвечу я вам. Все в моде все так же красивые вещи. Ну, что ж, друзья, поблагодарим Максима за его мнение. На самом деле, это всегда очень интересно увидеть такие мероприятия глазами профессионалов. И просто сравнить мнение, сравнить видение, потому что, конечно, мы все видим все несколько иначе. Если вам зашел такой формат, то обязательно напишите. Я постараюсь в следующий раз пригласить кого-нибудь еще, составить мне компанию для обзора какого-нибудь дизайнерского мероприятия. Ну, конечно, мы обошли далеко не все. Я от себя еще добавлю пару моментов. Мы забежали в шоурум Индии Мадави. Это дизайнер, которая получила последние несколько лет большое признание, большая популярность. И в ее галерее представлен проект, такой, можно сказать, монопроект совместно с компанией Гиберудер Тонет. И это дизайн, который посвящен Микки Маусу. Понятно, что это не в каждом интерьере может жить, но тем не менее, вот что обращает на себя внимание, это удивительная трендовая подборка цветов. То есть, вот она прям вот, можете сделать скриншот и понимать, что это модные цвета сезона 2023, а я думаю, что и 2024. Также, конечно, я не мог пройти мимо итальянского уголка. И я это делаю абсолютно сознательно, когда нахожусь в Париже, просто потому, что вот французский подход к декорированию итальянский, они очень сильно отличаются. И одни и те же марки выглядят в Италии, в Милане и Париже здесь абсолютно по-разному. Вот, например, картель, да, то есть, можете сравнить, вот пару кадров показываем вам из Милана, и посмотрите, как это выглядит здесь. То есть, это более приглушенные, более деликатные цвета. Я бы не сказал, что это более элегантные цвета, они просто другие, просто другое представление. И, конечно, все модели, которые мы узнаем, они выглядят совершенно иначе, ну и в зависимости от контекста это все тоже выглядит иначе. Поэтому стоит обратить внимание еще и на это, потому что все-таки мы ориентируемся всегда в большей степени на итальянскую школу декорирования, на французскую школу декорирования, в меньшей степени на английскую, американскую или там на какую-то скандинавскую. Ну и, конечно, также зашел шоурум Кассино. Не могу себе отказать в удовольствии полюбоваться вот этими иконами дизайна, которые на протяжении уже 50 лет собирает Кассино. И в этом году вот как раз и исполняется 50 лет коллекции Маэстри. То есть, вот эти мастера, великие имена. И к этому событию было переиздано большое количество этих предметов. Это и столики Монта Шарлотта Перриан, это и стол Додж-Лагуна Карла Скарпа, и это, конечно, вся линейка Корбезье. Ну и Маралунга 50, это как раз вот 50-летие модели Маралунга, которая совпадает с 50-летием этой коллекции, выполненная в цвете носков великого Вика Магистретта. Мне просто само словосочетание, это очень нравится. Конечно, на это стоит тоже обратить внимание. Ну, как вы знаете, Кассино не стоит на месте, выпускает и новые модели, и, конечно, Патрисия Оркеола. То же самое прилагает к этому большие усилия. Вот в этом году, опять же, был представлен диван Монклау, а всех остальных мастеров вы поподробнее сможете посмотреть в моих обзорах из Милана. Ссылка будет в описании, обязательно гляньте. Но это еще не финал, так что пока не переключайтесь. А сейчас мы, друзья, находимся в локации высочайшего люкса благодаря Максиму Лангуеву. Пару слов буквально об этом замечательном бренде, который известен практически всем, я уверен. Мы находимся в Мейзон Бакага. И этим все сказано. Что тут сказать больше? Здесь много красивого стекла, причем как классического, так и современного. С Бакара работали лучшие дизайнеры эпохи, можно сказать. И Филипп Старк, и Хайми Айон, и еще много кого. И, конечно, здесь... И мы тоже работали. Да, и Максим Лангуев работал, между прочим. Так, чтобы вы знали уровень нашей сегодняшней телепередачи. Здесь много блеска, много хрусталя и много моих отражений, потому что везде стекло, зеркало, и это все очень красиво, и, конечно, в различных стилистиках. И сегодня здесь прекрасный вечер, поэтому мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний такой вот парный обзор. Ну, вы не переключайтесь, потому что завтра мы отправимся на саму выставку Мизон Эвже. Так что обязательно подпишитесь, если еще не были подписаны. Ну, и, конечно, отблагодарите нас жирным лайком, ну и напишите что-нибудь приятное. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok